МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжит новости 24 в студии Зухра Алиева. Здравствуйте. Вначале короткое о главном. Микрорайон на воде. Жители пригорода Махачкалы оказались в Венеции, не выходя из дома. Протаранил полицейские машины. 20-летний владелец авто решил поиграть с сотрудниками правопорядка в гонки без правил. Магнитные холодильники взамен на обычные. Революция в области бытовой техники и не без помощи дагестанских ученых. Как оказаться в Венеции, не выходя из дома? Герои нашего следующего сюжета знают об этом не понаслышке. Микрорайон Досаав буквально утопают в воде. Люди строят деревянные переправы, засыпают фундаментом, но все тщетно. Вода пробирается везде и всюду. Что за напасть в пригороде столицы узнавала Хадижа Курбанова. Не пройти, не проехать. Поселок в Махачкале удивительным образом превратился в необитаемый остров. Только красоты здесь не видать. Да и местные жители на это не подписывались. Махачкала, 21 век. Микрорайон Досаав утопает в воде. Хоть бери и удочки, пускай прямо из дома. Иронизируют местные жители. И все было бы смешно, если б не было так печально. Вода пробирается всюду и приносит массу неудобств. Уже третий год вода идет, и никто не знает, откуда идет эта вода. Водоканал должен, наверное, знать, откуда идет вода. Вот, к примеру, стоит мой дом вот здесь. Я не могу туда зайти. Туда дорога открывается только в июле месяце. До июля месяца мне надо ждать, вот ходить через соседние участки. Подвал полной воды. Когда кончится, непонятно. Когда вода там на улице кончится, тогда подвал тоже высыхает. Если даже выкачат, все равно бесполезно. Пока вода на улице, она все равно будет просачиваться. Проблеме уже не первый год сетуют люди. Как-то приспособились, прокладывают деревянные тропинки. Дома засыпают вокруг песком, чтобы сырости не было. И это не самое страшное. В холодные дни ветер сбивают с ног. Идти по трапам невозможно. Был даже случай, когда школьники падали в воду. Резиновых сапогах. Выходим на новый город, вот где секционный сектор, видите. Там переобуваемся, оставляем в пакетах нашу обувь, где попало. И идем на работу. Также и дети, и в садик, и в школу. Вот так вот добираются все. Кто может на руках отводят, кто может у кого как получается. Местные жители предполагают, все проблемы начались после многоэтажек в новом городе. Перед их возведением землю подняли и трубы, по которым проходила вода, засыпали. Теперь в микрорайоне застой. По этому вопросу они обращались в различные инстанции. Писали письма, горводоканал, госжилинспекцию, администрацию города. Кроме обещаний разобраться в ситуации, других ответов не было. Обратились и мы в ЖКХ. Там из-за чего это все сложилось? Из-за того, что на данном территории отсутствуют водоотводные каналы и все остальное. В свое время хаотичная застройка привела к тому, что все существующие дренажные каналы, водоотводные каналы, они все засыпаны. На месте них уже построено много домов. Конечно, система сама не справляется. В воде некуда идти. То, что у нас по склону сверху вниз идет, с Акушинского микрорайона, микрорайонов Учхоз, это всей воде некуда уходить. В ЖКХ уверены, проблема имеет глубокий корень. Все дело в том, что дома застраивались не как это положено в цивилизованных местах, а как придется. Застройщики не продумали ни канализацию, ни инфраструктуру. Сейчас все коммунальные вопросы приходится решать вдогонку. И весь этот букет проблем требует основательного подхода и немалых вложений, которых в администрации города не всегда хватает. Если есть средства, четко поставить можно задачу, четко можно поставить сроки выполнения этих работ. Я думаю, там огромный микрорайон. Я думаю, если у нас в этом году план работы там будет утвержден, и объем финансирования хотя бы со следующего года будет какой-то выделен, думаю, за несколько лет там можно навести порядок. Но за один год построить столько систем – это невозможно. Руслан Юсуб Дибиров откровенен. Для решения проблемы требуется много времени. Но работа идет. А пока жители микрорайона вынуждены держаться на плаву. Хадижа Курбанова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Высокая плата за аренду. Торговцы второго рынка Махачкалы вышли на митинг. Протестующие были возмущены тем, что дирекция торговых павильонов «Атриум» за аренду требует в четыре раза больше. Если раньше квадратный метр помещения обходился в 300 рублей, то теперь цена – 1200. Недовольных предпринимателей сегодня приняли в столичной мэрии. Дело в том, что когда этот рынок строился в 2009 году, по всем рынкам города были объявления, что вкладывайте деньги, стройте себе рабочие места, получите зеленки, получите документы – это будет ваша собственность. Люди поверили, понесли деньги. Мало того, нас вообще пытаются оттуда выгнать. В ходе беседы первый заместитель главы Махачкалы Абдул-Мумин Ибрагимов заверил, что вся информация будет проверена юристами и доведена до главы муниципалитета. Также было решено создать рабочую группу из числа арендаторов и представителей администрации, которые займутся решением проблемы в рабочем порядке. Пьяный водитель протаранил полицейские машины. ДТП произошло накануне в Каспийске. 20-летний лихач не подчинился требованию сотрудников правопорядка остановиться и скрылся с места происшествия. В ходе преследования он грубо нарушал правила дорожного движения, а вскоре и вовсе протаранил три служебные машины полиции и одну гражданскую легковушку. В итоге любитель экстрима был задержан и доставлен в отдел полиции. Магомед Махачев останется под стражей. Так, 21 февраля Советский районный суд Махачкалы продлил арест экс-руководителя Главного бюро медико-социальной экспертизы по республике на два месяца. Но адвокат обвиняемого решения районного суда обжаловал. В итоге апелляционным постановлением от 15 марта Верховный суд Дагестана оставил избранную меру пресечения в силе. Напомним, Магомед Махачев обвиняется в создании преступного сообщества, мошенничестве, получении взятки и служебном подлоге. Послание главы Дагестана Народному собранию в этом году пройдет в новом формате. Ряд изданий, телевидение, радио, сетевые ресурсы будут вести прямые трансляции. Главное политическое событие года можно будет посмотреть и на сайтах главы Дагестана и Народного собрания. Владимир Васильев выступит с посланием 20 марта в 11 часов в столичном доме дружбы. Магнитные холодильники, возможно, вытеснят традиционные в ближайшие годы. И произойдет такая революция в области бытовой техники не без помощи наших ученых. Дагестанские физики выиграли 18-миллионный грант. Далее обо всем расскажет Патимат Ханапова. Дешево, удобно и безопасно. Теперь на пути у простых холодильников, возможно, появится серьезнейший конкурент. Дагестанские ученые уже на пороге открытия. Для этого ими проделано немало, но предстоит еще больше. У этого холодильника большие преимущества, потому что он экологически чистый, безопасный. Он может экономически очень, ну, намного меньше потребляет электроэнергию. В общем, у него куча преимуществ. И поэтому во всем мире этим эффектом, исследованием эффекта занимается давным-давно уже. Ну, наша лаборатория вот начала заниматься поиском этих материалов. В общем, мы занимаемся не самим конструированием, не созданием самих холодильников, а поиском материалов для этого холодильника. Найти подходящий материал и проверить его на пригодность. Этим здесь группа исследователей занимается еще с 80-х годов. Кропотливый труд, годы работы, и вот они, наконец-то, близки к чему стремились. Для работы нужно найти материал с большим эффектом экологическим. То есть это называется магнитным полем, его температура должна быть сильно изменяться. Сегодня есть такие материалы с гигантским эффектом, но, к сожалению, оказалось, что когда мы их загоняем в холодильник, а там он вращается внутри магнита, в этих условиях эффект пропадает. То есть вот наша задача проекта – научиться контролировать этот эффект. То есть есть материал с гигантским эффектом, как его сдерживать. Через проверку проходят десятки образцов. Столько же и отсеиваются. У каждого свой недостаток. Так было и с металлом годолини. Единственным его минусом стала недоступность. Холодильники на основе этого элемента для обученных людей будут дороговаты. Поэтому ученые решили продолжить поиски. Институт физики в этих лабораторных кабинетах около 10 научных сотрудников проводят исследования в области магнитного охлаждения. Научные открытия, признаются эксперты, в 21 веке – это дело ни одного человека и даже ни одного коллектива. Без сотрудничества с российскими и даже с мировыми центрами тут никак. Образцы материалов в Дагестан поставляются из рубежа – из Германии, Кореи, Испании и даже из Индии. А здесь они уже подвергаются монтажу. Занимается этим единственная девушка в команде – Нури Жат. Мы получаем образцы каких-то неопределенных размеров. Начинаем мы с того, что приводим к одинаковым размерам. Там должна быть толщина учитывается, высота длина, размера должна быть. И паяльником нужно уметь работать с паяльником, потому что здесь мы должны запаять вот эти контакты. Идея применения магнитных полей в качестве охладительного вещества давно известна. Однако воплотить ее еще не сумел никто. Вся система работы в таком необычном холодильнике базируется на эффекте, который получил свое название – магнитокалорическое действие. Используется оно для достижения низких температур. Здесь проводится измерение электрических свойств исследовательного материала. Подается определенное напряжение или ток. И наблюдается, какие свойства проявляются в данном исследовании материальной. В мире таких исследований практически не проводят. И на Северном Кавказе дагестанские ученые стали первыми, кто выиграл грант российского научного фонда на 18 миллионов рублей. На сегодняшний день в лаборатории ведутся исследования в рамках трех грантов. Но останавливаться на этом они не собираются. Патимат Ханнабова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала, новости 24. Сейчас прервемся на блок новостей в рубрике «Дайджест», затем продолжим. Не переключайтесь. Отвертка в шею. В Дагестане осудили местного жителя за попытку убийства знакомого. В ходе судебного заседания было установлено, что в 2016 году в одном из махачкалинских ресторанов в ходе ссоры осужденный с целью убийства нанес один удар отверткой в область шеи своего знакомого, причинив тяжкий вред его здоровью. Суд приговорил нападавшего преступника к шести годам колонии строгого режима. В Дагестане могут построить дополнительный порт для обеспечения перевозки грузов, доставляемых в том числе и по железной дороге. С такой инициативой выступил министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев. По словам федерального чиновника, данный вопрос имеет большое политическое и геополитическое значение. Ученица детской школы искусств номер 6 города Махачкалы Диана Магомедова стала победительницей всероссийского конкурса вокального искусства «Открой свои сердца» в Тольятти. Всего участниками мероприятия стали около 200 ребят со всех регионов России. По итогам конкурса Диана Магомедова стала лауреатом Гран-при и заняла первое место. По данным американского НАСА, в ближайшие несколько дней к Земле приблизится астероид ЕА-2 размером с 12-этажный дом. Максимальное сближение с Землей произойдет 22 марта. Астероид в этот день станет ближе к Земле, чем Луна. Он пролетит на расстоянии 305 тысяч километров и будет пролетать со скоростью 5 километров в секунду. Зеленые километры, помощь в строительстве и еженедельные субботники на территории Духовного центра пророка Иссы продолжаются активными темпами. Количество желающих принять участие в народной стройке растет каждый день. Подробности в следующем материале. Участок площадью 26 гектаров, расположенный между Махачкалой и Каспийском, продолжает приковывать к себе внимание общественности республики. В благом деле хотят участвовать многие, не остались в стороне и представители бизнес-сообщества столицы. Мы давно искали возможность, как использовать вот такое величайшее событие, которое у нас происходит в Дагестане со строительством этой мечети, как консолидироваться вокруг него всем бизнес-сообществом. И вот нашли самый оптимальный вариант, это объявить сегодняшнего дня субботники, не общие субботники всего бизнес-сообщества, а именно организации, которые будут передавать друг другу эстафету. Эстафета «Добра» – так можно назвать субботнюю акцию коллектива крупной парфюмерной компании. А после проделанной работы они передали эстафету детскому саду «Панда». Компания «Визаж Холл» сегодня передает свою эстафету на следующей неделе в сети детских садов «Панда». Видя, как идет стройка, подключились бизнесмены города. Вот сегодня к нам пришли руководители бизнеса общества «Махачкалы» Пахрудинова Абдулла Саидовича, а также компания «Визаж Холл» в полном составе, можно сказать. И они не только поработали сегодня, но также решили однодневную зарплату выделить в строительство Духовно-просветительского центра. Работы здесь схватит всем. Если стройкой занимаются строго специалисты, то во всем остальном помощь добровольцев кстати. Это ее уборка территории, озеленение и приведение в порядок прилегающих участков. Отрадно, что внести свою лепту в богоугодное дело стремятся многие организации и учреждения, а также частные лица. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. И о спорте. Семеро дагестанских вольников стали обладателями Кубка мира в составе сборной России. Главный командный турнир планеты проходил в эти выходные в Якутске. За престижный трофей там боролись 8 стран. Хозяева ковра на победу были настроены решительно. В ходе турнира дружина Замбулата Тедеева одержала 4 победы. Поочередно с завидным преимуществом были одержаны победы над командами Кубы, Японии, Турции и Ирана. Свой вклад в успех России внесли представители Дагестана. Это Рамазан Ферзалиев, Гаджимурад Рашидов, Магомед Рамазанов, Даурен Куруглиев, Магомед Курбанов, Алихан Жабраилов и Рассул Магомедов. А дагестанский дзюдоист Исаи Саев стал вторым призером международного турнира серии «Большой шлем». Эти престижные соревнования с участием более 300 спортсменов из 50 стран завершились накануне в Екатеринбурге. Воспитанник школы дзюдо Дагестана Исаев выступал весит до 66 килограмм. На турнире он последовательно одолел представителей Марокко, Узбекистана, Израиля и Турции. И лишь в схватке за золото Исаев оступился и решающий бал его соперник француз Келиан Леблуш взял в дополнительное время. Для дагестанца медаль стала первой в спортивной карьере. К этому часу всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова